Как атомная подводная лодка пробивается сквозь арктические льды. Подводная лодка, прорывающаяся сквозь арктические льды, это мощный образ, но это нелегко осуществить. Арктика является удобным укрытием, так как морской лед обеспечивает подводным лодкам укрытие, которое практически невозможно обнаружить с воздуха. Однако тот же морской лед делает невозможным связь с него запуск ракет, а это означает, что иногда подводные лодки должны пробить лед несколькими тысячами тонн стали. ВМС США отрабатывали эти маневры при минусовых температурах в 2018 году. Британская подводная лодка Торчанд объединила силы с американскими кораблями Конетокотт-класса Sea Wolf и Хартфорд-класса Los Angeles на генеральной репетиции участия в этом театре военных действий. Прорыв толстого арктического покрова настолько тяжел для корабля, что первой задачей командира подводной лодки может быть полное избегание пробивания льда. Подводная лодка, которой необходимо всплыть, может попытаться найти открытую воду с помощью инструмента, предоставленного Национальным ледовым центром. Это называется анализом переломов, и этот инструмент предсказывает, где можно найти открытую воду в холодных районах. Анализ FLAP использует спутниковые снимки и программное обеспечение для прогнозирования, чтобы спрогнозировать на несколько дней вперед, где будет открытая вода. Подлодка получает этот отчет до того, как она исчезнет подо льдом, вне зоны радиосвязи, чтобы получить подробную информацию об открытой воде, с которой она может столкнуться во время миссии. Но если открытой воды или трещин обнаружить не удается, экипаж подводной лодки переходит к плану B. Типичные подводные лодки могут пробить около 3 футов льда. Суда, которые были специально усилены, могут пройти около 9 футов. Даже в этом случае одно неосторожное движение может повредить подводную лодку стоимостью 1 миллиард долларов и поставить под угрозу жизни более 100 членов экипажа. Поэтому выбор правильного места является ключевым. Как только арсенал средств обнаружения подводной лодки находит благоприятную точку прорыва, экипаж готовится к арктическому апперкоту. Преодоление арктических льдов – это своего рода маневр, держи руки внутри машины. Перед всплытием субмарина, убирает все перископы и мачты. Моряки поворачивают вертикально водолазные плоскости, крылья, отвечающие за тангаж подводной лодки, чтобы избежать повреждений. Если лед не слишком толстый, подлодка может всплыть довольно быстро, примерно за 10 секунд, сталкивается со льдом и почти сразу пробивает его. При встрече с более толстым льдом подводная лодка медленно поднимается из-под поверхности, пока парус не соприкоснется со льдом. Сжатый воздух выталкивает воду из балластных цистерн, увеличивая плавучесть субмарины до тех пор, пока восходящая сила не расколет лед. Этот процесс, называемый статической нагрузкой, осуществляется со скоростью всего несколько дюймов в минуту, но после прорыва переводник быстро поднимается вверх. Этот маневр всплытия занимает некоторое время, и экипаж может все слышать, когда подлодка прорывается. Айсберги также могут представлять опасность на мелководье, где подводная лодка не может пройти под ними. В 1988 году советская подводная лодка К-475 застряла под айсбергом и получила значительные повреждения. В то время как опыт под водой может показаться странным ощущением, мир, который ждет над водой, является одним из самых отдаленных и чуждых ландшафтов на планете. После того, как экипажи используют бензопилы, чтобы отколоть свободные глыбы льда, подводники могут покинуть узкие пределы своего подводного мира и отправиться в совершенно другое и совершенно пустое место наверху. На поверхности выставлен охранник с дробовиком 12-го калибра, чтобы следить за белыми медведями. В 2003 году руль авианосца Коннектикут был сгрызен белым медведем, когда он находился на поверхности. Подводная лодка прорвется сквозь арктические льды по разным причинам, в том числе для проведения научных исследований. Такие исследования будут приобретать все большее значение по мере того, как лед истончается, а арктический регион становится все более важным в экономическом и военном отношении. Исторические данные о толщине льда, первоначально собранные подводными лодками ВМФ, чтобы помочь найти места для всплытия сквозь лед, оказались ценным ресурсом для исследователей изменения климата. Подводные лодки обеспечивают один из немногих способов добраться прямо до Северного полюса и провести подробные исследования. В будущем льда может стать меньше, но операции под ним могут стать более частыми. Исследования компании ISEX проводятся только раз в два года и операции подо льдом остаются особенно опасными. К сожалению, два британских моряка погибли в Арктике во время учений в 2007 году. Но эти операции дают огромное количество научных данных, помогая поддерживать и готовность для военных учениях. Атомная подводная лодка – это подводная лодка с ядерным реактором, но не обязательно с ядерным вооружением. Атомные подводные лодки имеют значительные технические преимущества перед обычными подводными лодками. Ядерная двигательная установка, будучи полностью независимой от воздуха, освобождает подводную лодку от необходимости часто всплывать на поверхность, как это необходимо для обычных подводных лодок. Большое количество энергии, вырабатываемой ядерным реактором, позволяет атомным подводным лодкам эксплуатироваться на высокой скорости в течение длительного времени. А большой интервал между дозаправками предоставляет практически неограниченный диапазон. В результате чего единственные ограничения на время рейса накладываются такими факторами, как необходимость пополнения запасов еды или других расходных материалов.